В чём разница между сердечным приступом и внезапной сердечной смертью или внезапной остановкой сердца? При внезапной остановке сердца и сердечной смерти умирают сразу, а при сердечном приступе можно не умереть сразу. Обычно он связан с закупоркой коронарной артерии, идущей к самой сердечной мышце. А в двух других случаях просто отключается электрическая система сердца. Чаще всего говорят, что это идиопатические случаи, то есть их причина неизвестна. Я хочу поговорить о связи омега-3 жирных кислот с электрической системой сердца, а также о том, как использовать рыбий жир, чтобы снизить риск внезапной остановки сердца и сердечной смерти. Что же такого особенного в рыбьем жире с омега-3, о котором мы слышим буквально из каждого утюга, и как они помогают работе сердца? Во-первых, у них есть свойства, имеющие отношение к сердцу. Они борются с аритмией, то есть помогают сердцу не сбиваться с ритма. Они уменьшают воспаление, а снижение воспаления всегда улучшает работу сердца. А при слишком долгом воспалении возможен фиброз сердца. А ещё оказалось, что рыбий жир активирует гены, которые останавливают развитие фиброза сердца. Кроме того, рыбий жир препятствует образованию тромбов или сгустков крови. То есть он разжижает кровь, чтобы не образовывались ненужные сгустки крови. Хотя сгустки и нужны, если в сосуде есть повреждения. Но рыбий жир предотвращает образование лишних сгустков. Рыбий жир улучшает состояние эндотелия — внутреннего слоя стенки сосудов. А это нормализует артериальное давление, а также предотвращает формирование отложений кальция и холестерина внутри сосудов. Но всё же я думаю, что самая большая польза рыбьего жира для сердца в том, что он делает мембраны клеток очень пластичными, менее жёсткими. Противоположностью омега-3 жирным кислотам являются омега-6 жирные кислоты. А это все масла из семян, растительные масла — соевое, хлопковое, софлоровое, подсолнечное, арахисовое масло. Все эти масла вторгаются в клеточные мембраны и делают их более жёсткими. Чрезвычайно важно, чтобы соотношение омега-6 и омега-3 было правильным. Оно должно быть один к одному. А у среднего человека в США соотношение омега-6 и омега-3 — где-то 15 к одному. Можете представить себе эти жёсткие сосуды и все остальные проблемы из омега-6. Повышение инсулинорезистентности, риска ожирения, повышение риска ожирения печени и многое-многое другое. Тут вы можете подумать, я употребляю рыбий жир и БАДы, которые вы назвали, я в порядке. Но вы могли не знать, что есть много скрытых источников омега-6 жирных кислот. И вы могли не знать вот чего. Омега-6 жирные кислоты соперничают с омега-3. То есть, чем больше в пище омега-6, тем меньше вы получаете омега-3. Так что, употребляя омега-6 вместе с омега-3, вы сводите на нет пользу омега-3. Это важно знать. Рассмотрим некоторые продукты или скрытые продукты, в которых много омега-6. Это продукты из всех животных, которых кормят зерном. Это куры из магазина, яйца из магазина, говядина, нетравяного, а зернового откорма. Во всём этом очень много омега-6. Все зерновые продукты — хлеб, макароны, крупы, крекеры — в них очень много омега-6. В большинстве орехов много омега-6. Исключение — грецкие орехи. В них есть прекурсор омега-3 жирных кислот. А что насчёт салатных заправок? Попробуйте найти заправку без растительного масла. Замените их оливковым маслом Extra Virgin с бальзамическим уксусом. Далее майонез. Его обычно делают с соевым маслом. Попробуйте найти майонез без масел с омега-6. А что насчёт хумуса? Вы покупаете хумус, чтобы макать в него огурец. Очень трудно найти хумус без масел с омега-6. Почему-то оливковое масло в него не добавляют. Что ж, я знаю почему, оно слишком дорогое. Но вам нужен хумус с оливковым маслом Extra Virgin, а не с соевым или сафлоровым маслом. Кстати, в рыбе, выращенной на ферме, больше омега-3 жирных кислот, чем в промысловой рыбе. Однако при этом в ней в шесть раз больше омега-6 жирных кислот, чем в промысловой. В ресторанной еде очень много омега-6 жирных кислот и таких масел. Особенно в фастфуде. Картошку фри обычно жарят во фритюре со всеми маслами с омега-6. Так что это очень важное видео. Если вы не знали всего этого, начните употреблять больше рыбьего жира. Масло из печени трески даже лучше, ведь в нем есть не только омега-3 жирные кислоты, но и витамин D и витамин A, которых нет в простом рыбьем жире. Но рыбий жир вполне годится. И обязательно ешьте лосося или другую жирную рыбу промысловую, причем регулярно. Но что более важно, по-настоящему начните избегать омега-6 жиров, которые закрадываются в наш рацион так часто. И меня реально умиляют так называемые эксперты по питанию, которые говорят нам, надо употреблять омега-6 вместо насыщенных жиров, хотя нет вообще никаких доказательств, что это хоть как-то улучшит состояние сердца. Если еще не смотрели мое видео о балансе омега-3 и омега-6 жирных кислот, вам сюда.